Сегодняшний конфликт начался с блокировки неизвестными входа в подъезд. Я подъехал к собственному дому и пытался зайти в подъезд. Там стояли молодчики, где-то человек 5, наверное, и, вернее так, 3 стояли снаружи, которые не пускали собственников зайти в подъезд для того, чтобы просто даже на лифте подняться домой. И двое были внутри, которые держали эту дверь. А там происходил демонтаж. Слышно было, как гремели кувалды и разбивали стену. Застройщик стал дом в эксплуатации еще в 2014-м. Людям пообещал, на первом этаже будут магазины, а также офисы с отдельным выходом. Сейчас же на первом этаже появилось несколько уже проданных квартир. В одну из них хозяйка должна попадать через соседнюю квартиру. Сегодня неизвестные люди, представившись строителями, выломали часть стены. Для того, чтобы сделать проход жителям первого этажа через основную парадную. Кто им дал такое задание? Почему? Возможно, эта стена не несущая. Никакого разрешения от ГАЗка тоже не было получено. Получается, теперь мы живем и боимся в страхе. Возможно, наш дом теснет и рухнет. Это тоже непредсказуемо. Кроме того, строительные работы проводятся и в подвале. Там уже прорубили несколько окон в фундаменте. А также сделали еще один проход. Из-за этого уже часть дома начинает проседать. Крещина и вот он висит. Вот это вот прорисает. Жители дома говорят, это не первая попытка разрушения стены. Виновником этого всего считают некоего Константина Дединистова, который в 2015 году баллокировался в Одесский горсовет. Его здесь видели неоднократно. Он якобы угрожал местным жильцам. Неделю тому назад была у нас тоже полиция. Была первая попытка прорубить двери. Но они начали долбить, не предупредили, что это аварийно и что. И когда он подошел сюда и потребовали документы, прораб сказал, Владимир Васильевич сказал прораб. Кстати, я могу номер телефона его дать вам. Он сказал, что, мол, у меня есть документы. И начал показывать. Полиции документы. А подошел вот этот Константин Григорьевич. Подошел и говорит, что ребята, если вы не согласитесь, чтобы мы прорубили двери, я вас подожгу. Вот это были его слова. По жалобам жителей на место прибыл инспектор ГАСКО и осмотрел территорию на предмет незаконных строительных работ. Я увидел, что начаты работы по реконструкции со строительством пристройки. По вопросу законности проведения работ пока ничего не могу сказать. Так как строителей на месте нет, у полномоченных лиц тоже. Мы вопрос возьмем на контроль, проверим по реестру единому выданных разрешений. Есть какие-то документы, нет. Ну и будем принимать меры для проведения внеплановой проверки. Законны ли строительные работы в ближайшее время проверят архитектурно-строительная инспекция.